В Херсонской области объявлена обязательная эвакуация семей с детьми. Это прифронтовая территория. Вчера там погиб 6-летний ребенок, и его 13-летний брат был сильно ранен. Глава региона Александр Прокудин призвал эвакуироваться из-за продолжающихся обстрелов и назвал целый список населенных пунктов. Но когда в регионе объявляют эвакуацию, кажется, первое, о чем вы думаете, это то, что этот регион может взять враг. Есть ли такая угроза под Херсоном? А также другие важные темы сегодняшнего этапа войны обсудим с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подолеком. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Я уже, в общем-то, первый вопрос фактически озвучила под Херсоном. Есть ли угроза того, что там продвигаются российские войска и могут взять какие-то населенные пункты? Даже близко нет такой угрозы. Там Россия никуда не двигается. Наоборот, постепенно есть движение наше в направлении деоккупации этих регионов. Имеется в виду южного направления в целом, не только Запорожского, но еще южнее. Эвакуация связана с тем, а точно такая же эвакуация проходила, я напомню, и по Бахмутскому региону, по Бахмутскому району вернее. Соответственно, как только интенсифицируются обстрелы, собственно, по гражданскому населению, в принципе, Россия на юге атакует только, ну и Херсон, и, соответственно, рядом находящиеся населенные пункты, то, соответственно, конечно, возникает чрезвычайная угроза. Мы видим, что у нас каждый день идет обстрел артиллерии. Подчеркиваю, это даже не обстрел, там, ракетами, крылатыми, баллистикой и так далее. Это обстрел, прямой обстрел артиллерии, это мы говорим сейчас про Херсонскую область. И, соответственно, погибают в том числе дети. И вот из наиболее близких к зоне активных боевых действий территории, конечно, будет идти эвакуация. Это эвакуация из гуманитарных, гуманистических, я бы сказал, соображений, исключительно, а не из-за той или иной оперативно-тактической обстановки. Просто из-за успехов, например, украинских войск, где взято, например, Андреевка, село, и где грозит окружение российским войскам, может создаться такое впечатление, что именно туда брошены все украинские силы сейчас, и там действительно есть успех. А, например, вот под Херсоном ситуация не очень. То есть вы точно не так? Нет, нет, нет. Под Херсоном, безусловно, точно не так. Безусловно, это исключительно из-за идентификации обстрелов как таковых, продвижения России. Россия тоже концентрирует весь свой резерв и ресурс только на Авдеевском направлении, на Лиманском направлении, на Купинском направлении и так далее, в том числе на Пахмутском направлении и, я бы сказал, шире на Запорожском направлении. Поэтому здесь как раз-таки для компенсации дефицита ресурса российского, имеется в виду резерва как такового, как раз-таки увеличивается интенсивность обстрелов. Просто обстрелов ежедневных, обстрелов территории, где находится гражданское население. Потому что когда Россия год назад отступала с этих территорий, то понятно, что у нас там, сами понимаете, водная преграда полная. То есть с одной стороны Украина деоккупировала территорию, с другой стороны еще находится оккупированная территория. Расстояние там небольшое, но имеется в виду между двумя берегами, понятное дело, 10, 15, 20 километров. То, что позволяет работать артиллерии. И вот, к сожалению, артиллерию Россия использует сегодня в полном объеме, исключительно по гражданскому населению. Да, Михаил, поняли вас, и к следующей теме переходим. Вы подробно описали стратегию освобождения Крыма. Я бы даже сказала, подвели теоретическую базу под вчерашнюю иллюстрацию. Атака на систему ПВО, на дороги снабжения и на Черноморский флот. Правильно ли я поняла, что это сценарий сериала, который мы увидим в ближайшее время, или это пилотная серия, в том смысле, что пойдет, не пойдет. Эффективность вот этой стратегии уже получила оценку в офисе президента Украины? Пилотная серия показала эффективность этой стратегии. Она все-таки уже несколько было примеров того, что нужно делать в Крыму. Мы прекрасно понимаем, что Крым используется исключительно как военная база. Через нее идет основное снабжение. Самый главный, собственно, транспортный путь как раз через Керченский пролив из континентальной России и дальше через полуостров Крым на всю оккупированную территорию. Так подвозятся резервы, так подвозятся ресурсы, дополнительные снаряды. Большое количество складов на территории оперативно-тактических и стратегических складов на территории Крыма. И, соответственно, тут, по-моему, даже не стратегия, тут, по-моему, логика, которая четко говорит, что нужно делать по Крыму. И, соответственно, наши ребята это уже делают и, в принципе, делают эффективно. Первое – это открыть небо над Крымом. Это обязательное условие. Уже уничтожено два триумфа. Ну, соответственно, система радиоподавления и система противоракетной обороны должны быть уничтожены для того, чтобы, кстати, между прочим, в эту же стратегию вписывается и освобождение в свое время острова Змеиный и возврат под контроль, ну, вернее, уничтожение контроля эффективно на так называемых вышках Бойко, ну, которые, собственно, газовые вышки, которые находятся в Чевноморской акватории и так далее. Откуда, собственно, наблюдение велось за воздухом над полуостром Крымом. Вот это первая составляющая, которая позволяет дальше существенно повысить эффективность ударов по транспортной и складской логистике как таковой. То есть, и, соответственно, резко уменьшить снабжение оккупационных группировок на Запорожском и Херсонском тех же направлениях, ну, чуть выше и на Донецком частично. Ну, и, безусловно, борьба за акваторию Черного моря, она несколько шире, чем просто программа деоккупации Крыма. Нам нужно показать, что эта акватория не является внутренней акваторией Российской Федерации, что Черноморский флот там не доминирует. Более того, нужно, чтобы Россия испытывала определенный страх по поводу своих бизнес-интересов, которые имеются в виду, транзитных интересов, которые в этой акватории находятся и так далее. Поэтому, мне кажется, что мы постепенно втягиваемся в достаточно эффективный период войны, Украина все более и более эффективна и точно показывает, что она будет делать на том или ином направлении. Да, ну, просто раньше, поправьте меня, если я ошибаюсь, Украина так не описывала подробно свою стратегию, которую она будет и в дальнейшем следовать, и применять. Почему сегодня такая игра в открытую? Она уже просто применяется в полном объеме, то есть ее уже тут… Я понимаю, на что вы намекаете. Вы намекаете, что способность анализировать у российских военно-политического руководства низкая. Нет, я намекаю, что вы сказали одно, а на самом деле будет действовать по-другому. Может быть и по-другому, может будем действовать и так, но, в принципе, мы уже с вами видим эффективные действия именно в этом направлении. То есть, имеется в виду уничтожение неба, ну, закрытого неба над полу острова, уничтожение транспортной логистики, это очень важно. Еще раз подчеркиваю, уничтожение, вы видите, даже сегодня уже были сообщения о дополнительных ударах по кораблям Черноморского флота. И это будет нарастать. Почему? Потому что, в принципе, нам необходимо на этом направлении существенно ослабить Российскую Федерацию. Еще раз подчеркиваю, потому что отсюда идет основное снабжение оккупационных группировок. Поэтому, в принципе, эта стратегия уже абсолютно очевидна и понятна. И, соответственно, может ли Россия этому противодействовать? Сомнительно. Россия на сегодняшний день воюет достаточно консервативно, используя только количественные параметры. Только Михаил Подоляк написал в Твиттере пост, сейчас мы на него посмотрим, о том, что России нужна пауза в военных действиях. Покажите, пожалуйста, пост. Да, чтобы никто не подумал, что я обманываю. Как Владимир Путин сегодня рассказал про, вроде как, про готовность начать переговоры. Он там использовал довольно странную, как будто бы заготовленную образность со всякими танцами. Ну, это даже не столько важно. Просто интересно, как вы относитесь к его словам о переговорах. Понятно, что, наверное, Украина их всерьез не воспринимает, но вы же анализируете, зачем он это говорит? Именно вот в связи с тем, что очевидно запрос России на оперативную, я бы даже сказал, более объемную паузу. Я пишу о 4-5 месяцах. Мне кажется, что Россия хотела бы получить паузу 6-8 месяцев. Это тот период обновления, скажем так, ротационный период, когда они могут обновить, существенно обновить боеспособность своих частей, провести ротации, дополнительные контрактные мобилизации, ну или там, не важно, частичные мобилизации, как угодно назвать. Получить дополнительный объем оружия, то есть перенасытить передний край оружием и, собственно, дальше приступить к следующему этапу войны. То есть пауза чрезвычайно важна, потому что сейчас есть, смотрите, 3 важных параметра, которые прекрасно понимают в России. Первое – это разрыв снабжения с запросами из-за интенсивности войны по переднему краю, то есть разрыв снабжения очевиден, дефицит оружия определенных видов – это, прежде всего, тот же снаряд, почему, собственно, Северная Корея здесь активно фигурирует и так далее. Подвоз – не только получение этого снаряда, но его еще и подвоз и так далее и тому подобное. И третья составляющая – это ротации. То есть даже если вы там набрали какое-то количество людей, они, во-первых, не мотивированы, их нужно какое-то время там хотя бы как-то психологически накачивать, чтобы они все-таки шли умирать с какими-то в голове идеями, что они это делают правильно и так далее. Ну и какие-то тренировки нужны. То есть и вывести части, многие из которых там максимально почти обезличены, что ли, ну то есть обесперсонализированы, да, части я имею в виду, военные части, вывести и пополнить их тем или иным количеством мобилизованных. Это существенные проблемы, которые все более сказываются на мобильности российской армии, на возможности ее перебрасывать резервы, на возможности активно откликаться на наступательные действия на разных направлениях, которые демонстрирует Украина и так далее. Поэтому Путин, безусловно, вот вы абсолютно правы, прямо линейно, прямо открыто говорит, мы хотим переговоров, мы хотим переговоров. Не только Путин, они будут это продолжать, постоянно отмените. Кстати, напомню, во Владивостоке он же сказал, у них там есть указ, они должны его немедленно отменить о запрете ведения там со мной переговоров и так далее. То есть, соответственно, это очевидное уже вымаливание, ну сейчас мы еще услышим с вами, конечно же, остатки пророссийского лобби, которое будет в различных медиа, иностранных медиа периодически выходить с концепции. Но все-таки давайте искать политическое регулирование, солдаты гибнут, солдаты не должны гибнуть, наверное, надо о чем-то отсидеться и договаривать. Так а мы и говорим, пожалуйста, переговорный процесс открыт. Даже для такого человека, как Путин, который очень тяжело понимает прописные истины, мы же говорим, переговорный процесс открыт, вывели войска на границе 1991 года, сразу начались переговоры. Даже с Путиным? Вряд ли Путин просто будет в этот момент уже кем-то. Вот в момент, когда начинается обвальное падение линии фронта, Путин исчезает. Смотрите, не надо иллюзий, Путин будет держаться ровно столько, сколько будет стоять линия обороны. Как только линия обороны проваливается, как только начинается паническое, скажем так, отрицательное наступление российских войск, Путин исчезает. То есть вы его не будете видеть, вы даже не будете понимать, что это. Ну какие-то еще остаточные заявления ко дню молодежи. Я с иронией говорю, помните, когда начинался переворот Пригожина, там поздравления к дню молодежи. Вот какие-то еще несколько дней ко дню молодежи будет он говорить поздравления, но дальше он исчезает. Да, Михаил, а Украине не нужна пауза, потому что периодически мы смотрим разные новости, разные новости, ну в смысле разной степени достоверности о том, что, например, тоже проблемы с мобилизацией, проблемы с ротацией, но и понятна человеческая война в Украине. Нет, нет, это, смотрите, ну проблемы, безусловно, есть все-таки. Мы страна 21 века, проблемы всегда будут, потому что это нормально, когда общество настроено на созидание, а не на разрушение, безусловно, война от разрушения. И, конечно, есть сложности, нужно их решать, и снабжение оружием и так далее, но мы прекрасно понимаем, что любая пауза сегодня, она будет означать дополнительное укрепление, дополнительное минирование, дополнительный завоз ресурса резерва Российской Федерации, то есть дополнительный залив бетоном еще какой-то части территории. То есть они и так сделали там первый, второй эшелоны, буквально там 20, 30, 40 километров, залитого полностью бетонами с инженерными там конструкциями, ловушками и так далее. Если какая-то пауза получается, то Россия еще больше, еще глубже зарывается, еще больше доминирует. Ну, и доминирует поля, я имею в виду, не доминирует, как доминирует, а минами закладывает поля и так далее и тому подобное. Поэтому, безусловно, нам бы хотелось паузу, но эта пауза невозможна с точки зрения необходимости продвигаться вперед, не давая возможности России получить вот эту оперативно-техническую паузу для того, чтобы провести переоснащение. Спасибо большое, Михаил. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, был в эфире программы «Воздух». Субтитры создавал DimaTorzok